Вчера на ужин варила макароны и сосиски отдельно, а сегодня уже на завтрак себе грею. Порезала их сюда вот так вот и сейчас чай налью. И такой завтрак простенько и вкусно. А здесь в баночке у меня соус из кабачков. Помните, делали мы? Вот я сейчас вчера немножко брала, Юля не стала. Ложка не буду ловить, а так вот краешком себе положу. А это сейчас обрежем. Вкусный, сладкий. За окном пасмурно. Идет изморозь. Утки мои сидят на жердочке деловые. Но у меня завтрак. Время 10 утра. Всем добрым утром. С новым днем. А это мой завтрак. Кружка чая. Чаю, кофе. Такие вот бараночки. Ну и сосиска с макарошками, с соусом или кетчуп. Позавтракать я позавтракала. Так, чем-то надо себя порадовать к чаю. К чаю у меня только печенье. Печенье мы едим плохо. Я вот купила, они стоят у нас, стоят и стоят. Ювелирные. Съела буквально 3 штучки. А это все стоит. Пряники плохо едим, печенье плохо едим. Ну, такие вот мы вредные. А вот эти вот таралинки с удовольствием. Я вот сейчас чайку попила. Это у нас в магазине. Они там бывают разные. Это вот классические. Ну, это больше нравится. Так, погода унылая. Хочется уже и зимы, и снега. Но пока нам это не позволяет погода. Не дает. У нас глубокая осень. Так, сейчас я хочу сделать, знаете, что? Пирог попробуем сейчас сделать с вами с курагой. Собиралась я давно делать, но что-то все. Откладываю, откладываю, откладываю. То за кефиром не охота идти, то пришла. Кефиром нету. Забыл, как называется. Ой, дожилась моя. Сейчас только сказала, уже забыла. Вот так вот. Выкручила и вспомнила. Курага. Вот выскочила из головы, и все. Что теперь я сделаю? Смотрю на нее и говорю, как же тебя зовут-то? Мейл моя. Привезли к нам курагу. Я вчера купила, Паша, 200 грамм. Сладкая. Сейчас мы сделаем с ней пирог. Не знаю, у вас так бывает. Памень отключается. Не зря же нам пенсию дают. Поэтому бывает и так. И заодно катаем свою новую форму. Я выбрала средненькую. Вот стою, думаю, не маловато ли она будет нам. Может, побольше взять. Ну, рискну. Сейчас на дно я положу сюда, застелю бумагу. И начнем с вами. Делать. Тут уже у меня все стоит. Я уже приготовила. Что у нас войдет? Стакан кефира. Два стакана муки. Молока вообще нет. Больше полстакана сахара. Полстакана растительного масла. Два яйца. Курага. Ванилин. Сода. Сода. Суксу надо будет погасить. Ну и все. Весь пирог. Тут я сегодня совсем плохая. Погода на меня действует. Забыла, как зовут. Немножко язык заплетается. А теперь стоит думать, как же вас подвинуть поближе. Вы у меня стоите тут на штативе, на лампе. Ну, вспомнила. Надо удлинитель и передвинуть вас. Так что ждите. Сейчас я помою курагу, обсушу ее и половину где-то нарежу. Это 200 грамм много. А то не поднимется ни всю атаку. Вот смотрите. Стакан кефира. Два стакана муки. Чуть побольше полстакана сахара. Полстакана растительного масла. Два яйца. Соль. Сода. Уксус сода погасить будем. Ну, это я сюда приготовила. Ну и соль также будет нужна. Помыла, обсушила. Теперь ее надо будет порезать. Резать можно как... Можно полосочкой, можно квадратиками. Никакой разницы нет. Курага разная, где сладкая, где кислая. Как и всегда, какой-то плод дозрел, какой-то не дозрел совсем. Ну, ладно. Теперь мы берем тару или миску. Туда я вбила два яйца. Немножко соли. Небольшую щепотку высыпаем наш сахар. И все это венчиком. У меня миксер. Буду взбивать. Ну, как сказать, хорошо перемешать ее надо. Теперь сюда выливаем наш кефир. Хотел сказать, простоквашу. Масло растительное. Сейчас я погляжу по объему, наверное, другую форму возьму. Будет большой. Немножко добавлю ванили. У меня вот такая вот стручковая. Немножко прям. Все это опять сейчас перемешаем венчиком или миксером. И будем добавлять муку. Муку надо смотреть, чтобы было как густая сметана. Или много, два стакана, или мало. Будете добавлять, смотрите по своей муке. Будем сейчас смотреть. Я немножко еще подсыпала. Там вот у меня осталось. Это я добавлять уже не буду. А то будет слишком густая. Сейчас промешаю. Ну вот, смотрите, густая сметана. Теперь я сейчас отставлю чуть-чуть ее прям в стороночку. Мне надо будет погасить ложечку соды в уксусе. И перельем туда. Ну вот. Чтобы не отдавала у нас с содой наша выпечка. И сюда. Все это перемешаем. И сразу добавляю сюда курагу, чтобы все заодно долго не размешивать. И оставим на 15 минут. Выложу форму. Вот это только оставлю. Не сейчас я говорю именно. Так, ну вроде бы все нормально. Взяла побольше форму. Сюда будет маловато. И выкладываю. Выложим. И пусть он постоит 15 минут. Ну да, как раз. Может быть и в тот пошло бы. Зря я напугалась. Прошло 15 минут. И я отправляю в духовку. Как я сказала, на 40 минут. Температуру 180 градусов. Пока мой пирог там печется. Мне пришло письмо. Мне пришло письмецо с семенами. Помидор. Прислала мне это Тарасова нотарья. Самарской области. Спасибо, Наташа. Я вообще не гурман помидоров. Ну, человек сказал, что это сортовые, хорошие. Посадите по себе по два штучки. Напробу в теплицу. Ну ладно. Вырвасылай. Посмотрю, что это за помидоры. Тоже интересно. Вот у нее конверт обошелся в 70 рублей. А с меня содрали 270. Но у нее в обычном... Я спросила у своей заведующей. А можно в обычном конверте? Ой, ты что? Это будет нарушение почтовых отправлений. Ну, е-мое. Да давай, говорю. Как положено, так отправляй. Вот она отправила мне за 270. Ну, ничего страшного. Я открываю конвертик. Тут что-то... Вот так вот они в бумажке. И вот смотрите, сколько... Читаю. Валентина, здравствуйте. Надеюсь, мои семена вам понравятся. То есть томаты. Выращенные из них. Томаты все салатного типа. Так как на засолку сажаю на улице. Выбрала на свой вкус. Самые вкусные. Томаты волшебная арфа. Очень сладкие. Как конфеты. Обязательно попробуйте. Будем пробовать. Обязательно попробуй, Наташа. Сейчас я вас нагну. И мы рассмотрим. А так... Не видать. Что ж тут у меня? Она их прям приклеила на листочек. Ну, человек, видите, занимается. А я насыпала и отправила в бумажку. Тут все подход. Но она занимается томатами. Значит, она отправкой занимается. Я так думаю. Все не тут подписано. Название. Томат черри. Волшебная арфа. Конфеты. Вериджинии второй. Томат. Пузата хата. Томат черный. Крым какой-то. Шоколадный. Точнее, это самое. Томат японка. Потом идет... Говядина с куста. Я такой еще не слыхала, что был томат говядина с куста. Высота метр восемьдесят. Вес полкило. Представьте, какой томатище. Потом томат лимонный. Полтора метровый. Оранжевый. Тюльпан. Высота один из шесть. Томат аметистовая драгоценность. Метр шестьдесят. Томат торф красный. И томат без названия, наверное. Тут засыпано семенами. Ну, в общем, так. Вот сколько томатов. Это хватит мне на лет на пять. Они лежат долго, семена. Я же там еще назаказывала и сама. Летом. Ну, я брала такие низкорослые, чтобы можно было на улице. А эту для теплицы. Буду сажать. Ну, а почему бы нет? Будем пробовать учиться. По два штучки каждого. Потом, какой понравится, такое предпочтение к нему. Ну, по два-то маловато. Я посажу побольше. Может, где-то и на улице высажу. Ну, в общем, спасибо большое, Наташа, тебе. Спасибо. Я видела. Она в одноклассниках у меня. Приятная, молодая девушка. Так, сейчас жду свой пирог, а их пойду положу в холодильник на нижнюю полку. Я храню так, семена. Они там в одной температуре. Они высыхают. И хранятся хорошо и долго. Так что, вот. Меня еще хотела отправить и Галина, которую я отправила. Галина не надо. Это куда вот столько? Это и у меня там, я не знаю, сортов шесть. Хватит, хватит, хватит. Это прямо вот на три года точно я обеспечена помидорами. Семенами, я имею в виду. Что-то никак не запахаю. Все. Так что, вот. Оказывается, можно отправлять и обычным конвертом, только надо схитрить. Ну, я же такая, что... Не получилось у меня. Ну, и ничего страшного. Пирог испекся. Будем доставать. Что тут у меня вышло? Вот он какой красивый. Ну, треснул. Это у них такой есть. Сейчас посмотрим. Что же получилось? Он уже подстил немножко. Можно руками брать. Сейчас я его тут обрежу. Я думаю, он и так хорошо вылезет. Ну, на всякий пожарный немножко тут вот прорежем. А то бывает так, что не вылазить. Ты хоть что себе делай. Так. Что-то вот как раз момент этот и есть. Не отпускает форма. Ага, все. Вот он. Выскочил. Вот эту самую. Ну, где-то сантиметра. Тут вот три с лишним. Сейчас я положу на тарелочку. Тарелочка, тарелочка. Так он тяжеленький. Все-таки курага здесь. Ну, давай, вылазь. Не воображай. Из бумаги сняли его. И сюда вот на тарелочку. Сейчас резанем, посмотрим. Ножик идет хорошо, мягко так. Пахнет ванилью. Ой, ну, он еще горячий. Ну, а так вот сдоба вроде хороший. Сейчас этот свет включу. А то как-то дает темнотой. Курага кое-где тут. И вот он так вот. Пропекся. На вкус надо еще попробовать. Я тут себе налила кофе. Без сахара прям. Чего захотелось мне. Именно кофе и с пирогом. С кусочком пирога. Вот смотрите, какой он. Я, конечно, попробовала. Скажу вам. Можно печь. Получается высокий. Не так приторный. И немножко с кислинкой. Курага дает небольшой такой вот вкус. Так что имеет место быть на столе. Такой пирог. Просто. И вкусно. Я бы чуть-чуть добавила бы соль. Мало я положила соль. Надо было чуть-чуть прибавить. А так вкусный пирог. Так что готовьте. Радуйте себя и своих близких. Пока-пока. До встречи, мои друзья. Пока-пока.